Здравствуйте, уважаемые садоводо-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том, как правильно использовать в садоводстве и огородничестве нашатырный спирт. Нашатырный спирт это не что иное, как 10% раствор аммиака. Аммиак является одним из наиболее, то есть не просто одним, а самым концентрированным азотным удобрением. Однако использование аммиачной воды, а аммиачная вода это 3 раза больше концентрация аммиака, чем нашатырный спирт, ушло давно в прошлое. Никто сейчас в производстве не использует аммиачную воду и уж тем более нашатырный спирт в качестве удобрения. Надо вспомнить о том, что аммиак является достаточно токсичным веществом, токсичным как для растений, так и для человека. И для многочисленных животных. Именно потому, что аммиак высоко токсичен, а еще потому, что он очень быстро испаряется, из почвы улетает, из любых других субстратов тоже достаточно быстро улетает из растворов. Поэтому он оказался экономически нецелесообразным и его стали широко заменять на мочевину. Процесс замены аммиачной воды на мочевину уже насчитывает больше 50 лет. Поэтому уже это все ушло в прошлое. Поэтому использование нашатырного спирта в качестве источника азотного удобрения является самым худшим способом, самым нерациональным способом использования этого вещества в саду и в огороде. Это ужасно дорого, кроме того, что вредно и малоэффективно. И жутко дорого, кроме всего прочего. При всем том, у нашатырного спирта, благодаря его особым свойствам, в том числе и химическим, есть ряд полезных свойств, из-за которых я рекомендую вам всем приобрести хотя бы по такой литровой упаковке нашатырного спирта. Вам на весь сезон вот так вот хватит. Как я уже сказал, нашатырный спирт аммиак являются достаточно токсичными. И из-за этого мы можем его использовать иногда, и я бы даже сказал, изредка, для борьбы с вредителями. Под атакой нашатырного спирта могут находиться слизни и улитки, а также всевозможные мелкие насекомые, которые плохо бегают, а именно тли. И обработка раствором 50 мл нашатырного спирта на 10 литров воды, а опрыскивание растений таким раствором является эффективным с точки зрения уничтожения тех насекомых, на которых этот раствор попадет. Но спектр вредителей, против которых мы можем бороться, чрезвычайно узкий. Кроме того, помните, что это средство воздействует на вредителей очень короткое время. И есть вот очень большая проблема с нашатырным спиртом, что он уничтожает, буквально уничтожает поликарбонат. Поэтому на открытом воздухе бороться с тлями, ну, например, яблоню опрыскать, это малоэффективно. Почему? Потому что нашатырный спирт очень быстро улетит, и тлети просто нормально не успеют подохнуть. Ну, конечно, если вы будете заливать этим раствором там на розах, еще где-то, то какое-то количество погибнет. Но это не очень-то эффективно. А пользоваться в защищенном грунте, в поликарбонатной теплице, там, где пары аммиака будут какое-то время сохраняться, особенно если жарко, он испарится и повиснет в воздухе этой теплицы. Это мало того, что очень опасно, смертельно опасно для вас, так еще и ужасно вредно для поликарбоната. Поэтому, используя этот метод, надо быть очень осторожным и понимать, как. А вот как его использовать так, чтобы он был более эффективен? Ну, чтобы сделать нашатырный спирт эффективным в борьбе с вредителями, необходимо его использовать совместно с мыльными растворами. Любые растворы, которые содержат 100-150 грамм хозяйственного мыла на ведро воды или зеленого мыла, только не разбавленного, конечно, а концентрированного, плотного, и 50 мл нашатырного спирта будут очень хорошо усиливать друг друга. Нашатырный спирт, будучи щелочным, будет усиливать действие мыла, а мыла будет удерживать некоторое время нашатырный спирт на растениях, тем самым усиливая его инсектицидное и моллюскицидное действие. Это вот первое, зачем может нам понадобиться нашатырный спирт. Второе, зачем частенько рекомендуют его блогеры, это для снижения излишней кислотности грунтов, на том основании, что нашатырный спирт является сильно щелочным раствором. Однако, это самое тоже худшее, что вы можете сделать для своей почвы. Дело в том, что несмотря на то, что нашатырный спирт сам по себе щелочной, после добавления в почву он ее, внимание, закисляет. И регулярное использование нашатырного спирта для внесения в почву будет закислять вам грунты. Конечно, кто-то может восторгаться. Вот я нашатырным спиртом полил землянику, ботва до колена выросла. Ну, до колена-то ее выгнало, конечно. Она может выглядеть декоративно красивой. Но вот ягод от такой землянички вы много не дождетесь. Кроме того, что она будет вам золотая и грунт существенно закислится, что в последующие годы приведет к резкому снижению урожайности. Не нужно использовать нашатырный спирт для раскисления почв, потому что вы добьетесь абсолютно противоположного эффекта. Однако мы зачастую с вами делаем всевозможные кислые растворы. Например, смешиваем железный купорос и лимонную кислоту. Такие растворы довольно-таки кислые и могут повреждать некоторые молодые растения, которые особенно чувствительны к токсическому действию купоросов, кислот или наоборот сильно щелочных растворов. По этой причине в подобного рода растворы на 10 литров добавление одной чайной ложечки нашатырного спирта бывает вполне благоприятным для того, чтобы сбалансировать кислотность такого раствора и сделать его благоприятным. Поэтому в любые растворы, куда мы добавляем янтарную кислоту, куда мы добавляем лимонную кислоту, куда мы добавляем уксусную кислоту, в среднем на 10 литров готового раствора добавляйте, всегда добавляйте одну чайную ложечку нашатырного спирта. Кроме того, я уверен, вам хорошо известен такой способ, как обработка растений сывороткой, молочной сывороткой или полив молочной сывороткой. Вот здесь добавление одной столовой ложечки на литр сыворотки на 10 литров воды является более чем благоприятным. Таким образом, как видите, нашатырный спирт, несмотря на некоторые ограничения по его использованию для подкормки, для раскисления, почв вполне может нам пригодиться для борьбы с некоторыми вредителями, а также для того, чтобы сделать растворы, которые мы используем для подкормки наших растений, на основе различных кислот уксусной, лимонной и янтарной, гораздо более благоприятными для наших растений. Ну и о сыворотке, да, тоже не забывайте. Когда вы используете кислую молочную сыворотку, прибавляйте на литр сыворотки столовую ложку нашатырного спирта. И вы тем самым в значительной степени и увеличите ценность этих растворов, и снизите их возможное фитотоксическое действие на растения, и во всем сделаете их лучше. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok